Завтра профессиональный праздник отметят работники российской прокуратуры. 12 января в 1722 году Петр I своим указом впервые учредил при правительствующем Сенате пост генерал-прокурора. В его обязанности входила проверка решения Сената на соответствие законам, а также надзора за общественным порядком. Почти за три столетия прокуратура претерпела ряд исторических изменений. Но неизменно одно, она остается оком государевым. В итоге работа прокуратуры Хабельского района за 2019 год ответена тем, что, во-первых, принимались активные меры по защите интересов прав граждан о трудовых правах, в частности, об оплате труда. Было выявлено большое количество предприятий, которые в свое время не выплатили заработную плату. По результатам проверок в 2012 году выявлено 17 предприятий, которые имели толк по заработной плате на общую сумму более 3,5 миллионов рублей. По итогам работы за заработную плату также более 3 миллионов рублей. За сухими цифрами статистики районной прокуратуры бессонные ночи, долгие судебные процессы. Служению закону требует высокого профессионализма, ответственности и трудолюбия. Нужно отметить, что работа прокуратуры района отмечена также со стороны руководства прокуратуры республики. То, что определенные положительные результаты достигнуты. Это, во-первых, то, что один работник, а именно заместитель прокурора Садыкова Галина Михайловна, поощрена приказом прокурора республики. На протяжении многих лет прокуратура района стоит на страже законных интересов граждан. Сложная криминогенная обстановка нашего времени требует от работников прокуратуры огромных усилий в борьбе с преступностью, с нарушением прав и свобод человека. Именно в республике объявлен годом по защите и охране окружающей среды. Нужно отметить, что органы прокуратуры ежегодно проводят проверки в сфере соблюдения законов в сфере охраны окружающей среды. Органы прокуратуры в своей работе стремятся к гласности, приданию для сведения общественности, населения о результатах своей работы, доведении информации об имеющихся нарушениях. Нужно отметить, что сейчас именно по средствам массовой информации я бы хотел обратиться также к населению, которое заключили с банками кредитные договора, где имеется именно непредусмотренный закон внеустойки. Это большие суммы, которые незаконно банки взимают с граждан. Именно если есть у граждан какие-либо сомнения, они могут именно и обратиться к нам. Своим трудом сотрудники прокуратуры вносят достойный вклад в укрепление законности и правопорядка в районе. Самыми важными для них были и остаются надзор на соблюдение прав человека и защита законных интересов государства. Кульнас Ибрагимова, Искандер Габасов, Зуфара Лебаев, Айнура Ахметов, Служба новостей. 13 января отмечается День российской печати. Профессиональный праздник всех работников печатных средств массовой информации. На сегодняшний день в нашем районе каждую неделю почтальонный разносит подписчикам более 5800 экземпляров районной газеты «Хайбылинский Вестик» и «Хайбыла Хабердеры». О буднях и любимой районке в нашем следующем репортаже. Районная газета была и остается для жителей нашего района источником креативной и достоверной информации. Благодаря многолетнему труду творчества коллектива районная газета вошла в каждый дом, стала другом, советчиком и наставником хайбылинцев. Как всегда, главный герой нашей газеты – это сельский труженик, это рабочий, это специалист, это обычный человек. На страницах наших районных газет, конечно же, освещается вся жизнь нашего района. Это и трудовые будни наших коллективов, это их достижения, их неудачи, приходится и об этом писать. Бывает, что мы и критикуем наши предприятия, критикуем руководителей, ждем с нетерпением, конечно же, обращения наших граждан, писем. Потому что главные авторы, по сути, главные авторы районных газет – это, конечно, наши читатели. Успех газеты, как и в любом деле, зависит от сплоченности и трудолюбия коллектива, а профессионализм сотрудников, редакции и их ответственные отношения к работе заслуживает наилучшей похвалы. В 2012 году в Башкорстан, журналисты, сайызды, сайызды, тарафанан, лицеприс Башкорстан, Башкорстан матболаты, юридеры деген конкурс, икламикилген. Ол ел давамында барды. Был конкурста мен хунға табанғана өдемді тақдем еттім. Ойламағанда келіп сұқты енді. Наябрдың башын дарақ мекан өдемдің кандидатурымды сайыз журналистықа ибарды менді. Олар мені тағышқа ендірділер, хам бір ай әсімдегені башкорстан бойынса, әсінсу орынға саттыменде. Бандай бігеректі менің дұстарыма, дұғандарға, хамда хайбыллар айының ештәріне, зұр рахмат айтарымыз. Сынкі олар мені яқлап өдерінің тағыштарын күнде бері бардыларынды. Успех районной газеты состоит в том, что ее страницам читателям открывается широкой панорамой событий родного края, местной жизни знакомых читателей и людей. Она никогда не стоит на месте и идет в ногу со временем. Все мы прекрасно знаем, что появились сегодня новые дополнительные источники информации. Это интернет, это электронная почта, это различные всевозможные сайты, это и телевидение. В связи с этим, конечно же, газета сегодня перестала выполнять роль носителя эксклюзивной новости. Поэтому на сегодняшний день для нас важно не столько нести нашим читателям какие-то новости, а сколько готовить аналитические материалы. Поэтому наша задача, конечно же, над этим мы работали и в 2012 году, это готовить больше аналитических материалов на различные темы. Наша основная задача – это сохранить наши тиражи, сделать газету более читабельной, более интересной и более современной. Сотрудникам районной газеты скучать некогда. Результатом их работы является свежая и пахнущая типографическая краска номер районки в нашем почтовом ящике. А мы, в свою очередь, пожелаем журналистам, полиграфистам, работникам редакции новых творческих и трудовых свершений. 11 января в России отмечается День национальных парков и заповедников. Дата выбрана не случайно. Именно в этот день, в 1916 году, в России была образована первая особо охраняемая природная территория – Баргузинский заповедник. Категория охраняемых территорий в нашем районе относится заказник Шайтантау, о жизни которого в нашем следующем сюжете. Организованную еще в эпоху Советского Союза заказник к нашему времени претерпел организационные структурные изменения для того, чтобы соответствовать требованиям и реалиям современности. Шайтантау заказник. Шайтантау заказник. Субтитры создавал DimaTorzok Приводные богатства родного края поистине уникальны и завораживают своей красотой. Заказник образован в целью сохранения, воспроизводства и восстановления популяции диких видов животных и ветких растений, среды их обитания. Вся территория заказника обслуживается двумя егевями, настоящими мастерами своего дела, фанатами своей работы. Круг выполняемых ими самых разнообразных задач отнимает практически все силы. Четкого графика работы у них не бывает никогда. Каждый день появляются новые дела, которые необходимо делать в разное время. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Век высоких технологий и практически безграничных возможностей не стоит забывать о хрупком мире и окружающем нас, о том, как порой бессильно природу перед лицом человека. Заповедные акварио, в свою очередь, напоминают нам, что человек – это часть природы. Искандар Габасов, Зуфава Лебаев, Альнова Ахметов, Служба новостей. Целая неделя праздничных выходных пролетела незаметно. В эти дни каждый распоряжался свободным временем так, как считал нужным. Одни гостили у родных и близких, в то время как другие предпочли тихий отдых в кругу семьи. В эти же дни в спортивном зале школы села Ивановка прошел волейбольный турнир, за ходом которого следила наша съемочная группа. Кубок пяти поколений. Под таким названием прошли ставшие традиционными в новогодние выходные соревнования, участниками которого стали те, кто когда-то учился в этой школе, хранители и преемники волейбольных традиций села. Я очень рад, что мы с вами собрались, истинные любители волейбола, как я предупреждал Иванов, у нас волейбол возрождалось давно, еще с 60-х годов, начиная с Шипунцова Геннадия Алексеевича, он у нас впервые наших приватников волейбол. С тех пор, до 60-х годов, у нас смена поколения идет. Идейным вдохновителем поведения турнира стал Закир Шавипов, выпускник Ивановской школы. Его голос нам знаком по выпуску новостей на радиоканале Юлдаш, где он работает диктором. Местные жители с радостью поддержали инициативу своего земляка, тем более, что волейбол, как вид спорта, имеет огромную популярность среди жителей села. Субтитры предупреждали инициативу своего земляка. В общей сложности шесть команд участниц возились на волейбольной площадке для определения сильнейших, а среди игроков были и те, кто стоял у истоков волейбольной славы села Ивайона. Мне очень приятно сегодня увидеть столько спортсменов, самых младших и самых старших, потому что я помню, как я закончил Табаевскую начальную школу, пришел сюда учиться, и только открылась в 63-м году, открылась эта школа. Мы самые маленькие ребята в пятиклажке смотрели, как играли, начали играть здесь. Старшие, 10-11 класса, а потом им подносили мячи, потом сами начали играть. Сами уже вот долголетие в спорте, доросли до ветеранов, в спорте играли, уже они с самыми маленькими, то есть со сборной школы, с молодыми, и вот ветераны. Именно приятно это отметят. Спорт – это жизнь, долголетие, это здоровый образ жизни, играть. Вот все играют в сосредствии. Смотря на нас, пусть даже маленькие сами, наши внуки, считают, что так нужно играть, заниматься спортом, и пусть занимаются. В итоге призовые места распределились следующим образом. На первом месте молодежь села Ивановка. За ними идут гости из Байгускава, команда Утавбай. Когда-то бывшие ученики школы, команда «Одноклассники» заняла третье призовое место. Показав достойную игру, студенты села вышли на четвертое место. Пятое и шестое места возделили команды школьников и ветеранов. Искандар Габазов, Зуфава-Леба, Фильмоковым, Гужин, Служба новостей. На этом наш выпуск новостей заканчивается, и я с вами прощаюсь. Приятного вам вечера и хороших выходных. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова